Сегодня, несмотря на то, что выиграли, тяжелый очень матч был. Согласен? Сто процентов. Да, в принципе, мы понимали и готовились к тому, что будет супер непростой матч. Здесь всегда в Грозном непросто играть. И сами знали, что нужно исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Поэтому, слава Богу, что сегодня победили и забрали три очка, которые нам сверхнеобходимы были, наверное. Сильно давила серия без побед в этом году? Да, безусловно, когда ты не выигрываешь у тебя, ты начинаешь как-то, понятно, в каких-то моментах искать какие-то, в чем дело, почему не так. Потому что в целом по игре у нас есть хорошие моменты, которые можно выделить. Но вот реализация, наверное, хромала всегда. Поэтому, конечно, это давит на любого нормального человека. Это будет давить, поэтому, опять же, повторюсь, рад, что свои моменты забили и забрали три очка. Уже в первом тайме пенальти, удаление, не было мысли, что точно выиграем сегодня? Ну, вот эти мысли самые опасные, мне кажется, когда так ты начинаешь думать. Потому что такой счет 1-0. И если, мне кажется, начать так думать, то можно попасть в плохую ситуацию, из которой уже потом не вылезти. Поэтому понимали, что на перерыв ходили, здесь разговаривали с ребятами, что нужно постараться забить еще один. И там уже, наверное, будет чуть полегче, потому что 2-0 все-таки тяжело будет отыграться с 2-0. В этом сезоне в РПЛ «Локмати» в первый раз бьет пенальти, они разучились бить? Да, кстати, тоже на этот момент шутили все, что первый-первый-первый пенальти. В целом, кубки были, там тренировали, поэтому что делать. Ты сегодня лучший игрок матча, как считаешь, заслуженно? Я не знаю, кто выбирал, но, по-моему, выбирал Брайан. Мне мама сказала вроде бы. Если что, то, Брайан, ты разбираешься. Впереди матч ССК, что думаешь? Это сейчас, опять же, я повторю, что этот эмоциональный фон, который у нас был, сейчас, я думаю, что все изменилось за счет этой победы. И это даст нам внутренние силы, внутренний посыл такой правильный, что выходить уже на матч ССК, уже как на это дерби, там, мне кажется, сильно подготовка такая не нужна, поэтому все все понимают и будем готовиться в штатном режиме.